Всем привет! Сегодня 9 июня, 22 год, первый канал и с вами Олег Игоревич Соскин, профессор, доктор экономики, доктор теологии, ну и так далее. Некоторые любят на своих каналах рассказывать про свои регалии, советник там нескольких президентов, премьер-министров и прочее, прочее. Ну, портфолио можете детально посмотреть. В отличие от всякой нынешней Шлейбене, ничего не приховываю в своей биографии и полностью публично вам показываю, чтобы вы понимали, каким чином такая фигура, как я, такая постать достатньо великого масштаба формировалась протягом 10 лет. 20-го и 21-го столетия. Всем желаю того же самого, чтобы у вас тоже так все выходило, и вы всем на снаги, чтобы вы ставали такого уровня профессиональности и всего другого, как я. Ну, как тот говорил, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да, кто похвалит меня лучше всех. Ну, это так, просто для такого, как бы, видения. Сейчас попробуем, потому что такую тему хочу вам дать. Она, как бы, тоже очень занимательная в этом плане. 8-го числа выступил, так сказать, неувядаемый Песков по поводу, будет ли прямая линия Путина в Кремле. И вот так сказано было, что Путин не планирует проводить прямую линию в июне, но подготовка ведется. 8-го июня заявил об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Там прямая речь говорит, ну, там всякие, там он говорит, подготовка сложная, рутина и так далее. Не может состояться в этом месяце, сроки не определены, рутинная подготовка ведется, ну, и прочие-прочие чушь. Ну, как всегда, так всегда. Кагибисты, они всегда коммуняки, они вот это всегда умеют тень на плетень наводить. Вот Песков умеет тень на путинский плетень наводить тоже. Но важно, что, ну, он и раньше, как бы, говорил о прямой линии с Песков, говорил еще 18-го мая. Потом в июне говорил позже уже, что прямая линия состоится после Петербургского международного экономического форума. Тоже еще вопрос. Вот. Но она проходит ежегодно, то есть это ж не просто так вот захотелось прямая линия. Обычно она там длится 3,5 до 4 часов. И, соответственно, она вообще не регламентирована, ее продолжительность. И Путин, как глава государства, общается с россиянами. Типа выслушает их вопросы, жалобы и так далее, и так далее. Поручения дает. Задачи ставит ведомством и федеральным субъектам. И вот у них было, один раз у них не было, по-моему, в 20-м году не было. В 21-м было, 30-го июня была такая, 68 вопросов было. Ну и как бы все так вот, в принципе, задумываются на тему, а что же произошло. Разные уже дали интерпретации этого события. То есть Путин отказался от того, чтобы проводить соответствующее это мероприятие. Что это для нас с вами означает? Это означает следующее, что, по сути, ну, он, видимо, физически, и врачи ему, видно, рекомендовали, что нельзя проводить такое мероприятие. Ну и в самом деле, по имеющихся разных информациях, там, и сервей, и других, что... Но он и не проводил какие-то последние, вот когда, видимо, все-таки произошли вот эти события, после 9-го мая этого года. То есть, смотрите, уже прошло 9-е июня, вот месяц ровно прошел с 9-го мая по 9-е июня месяц прошел, да. Вот 9-го мая мы его, как бы, могли все наблюдать, как он там двигался, как у него правая рука там тяжело очень, как сказать, функционировала, ногу он тянул и так далее. Ну и потом его не было определенный период времени, потом он появился там, поговорил там опять с этими всеми... Как они там в Австрии, Макроном, там, Эрдоганом, потом там к нему приехал Лукашенко, срочно, в Сочи, помните, приехал, тоже там еле что-то там показали, клаптики там он ногой бил, немножко дергался, потом еще там всякое показали, потом интервью его показали, опять за стол держался. Так что, как бы, мы с вами видим, что тяжелая была у него такая ситуация, к народу он нигде не выходил, публичных каких-то серьезных мероприятий не проводил, и мы можем с вами говорить, что, ну, как бы, функционально он был очень-очень в этом плане такой, как бы, неактивный, неактивный, это видно было. И говорил с трудом, и речь такая запутанная и разрывная, вот, ну, угрозы, причем практически полностью все посвящал, ну, немножко экономике там говорил, что типа инфляция там уменьшается, как это он говорил, что они ее взяли под контроль, что инфляция там чуть ли не 18%, но они ее взяли под контроль, вот, взяли они ее под контроль, это она вас взяла под контроль, еще так возьмет за одно место, что будете бежать куда, все время там же не надо же, как бы, взять, открыть эти их даже разных блогеров, почитать, там это, там все, экономика вся в тартары летит, да, много долларов, потому что, естественно, что поставили всех на уши с этой нефтью и газом и нефтепродуктами, но не более того, все остальное просто вот таком, как говорится, как это, ракета в землю уходит, причем бесповоротно, подождите, сейчас же еще приближается, вот, уже будет 20, там, какой, да, собственно, уже, вот, буквально на, в июне, когда будет дефолт, там эти всякие болваны рассказывают, что дефолт, это не страшно, что в рублях выплатят, я же говорю, рубли себе возьмете, а самое будет для них тяжелое, они еще не поняли, в дефолте, когда те держатели, которые имеют сегодня их евробонды, и которым не выплатили их проценты и основное тело, они начнут поднимать соответствующие иски для обеспечения их, так сказать, активов, вот тогда я хочу посмотреть, когда начнется арест всей собственности, всех кораблей, танкеров, нефти, газа, банков, активов, все-все-все, что есть вот Российской Федерации за рубежом, посольств, кстати, зданий посольств, там, где их живут, служебные эти территории, земли и так далее, и так далее, очень мне это интересно посмотреть, уже тогда Орбан к этому Гундяеву точно не поможет, начнется арест имущества Российской Церкви, вот везде, во всех странах, вот как только Гундяеву сейчас и еще там нескольким его митрополитам, они будут объявлены, на них санкции будут сделаны, и вот начнется дефолт, в порядке вещей будет забрать, а поставить под арест все-все активы, пассивы, имущество, недвижимость и так далее, все, что Россия имеет за рубежом, все, все компании и так далее, поэтому, конечно, вот это начнется еще, это все еще впереди, но они про это даже, они же даже мозгов у них нет, чтобы вообще про это подумать, зерновозы будут арестованы у вас, все будет арестовано, и неважно, в Африке продавать будете, в Индии продавать будет, будет вот эта компания, которая в Индии там мощнейшая нефтеперерабатывающая, заводы имеет, там 40, везде, где есть активы, там Роснефть есть, почти 50% в этой индийской компании, вот оно будет все арестовано, потому что Роснефть – это государственная компания, Газпром – это государственная компания, Все будет, хранилища газовые будут вместе с газом арестованные. Они еще болваны, просто не представляют, что их ждет. Поэтому, как бы, ну, Путину не до этого, плюс он не специалист, Белоусов это просто, ну, этот, как он их, Мишустин, это так, это как, знаете, на руках, а рученький, вот они, это такой у них премьер-министр, он только, ну, мытарь, что вы с мытаря хотите, это что Азаров, что Мишустин, это просто как украсть и поделить между собой, вот и все, как ограбить людей. Ну, люди там такие просто, они, ну, рабы, рабы. На территории Российской Федерации всегда жили рабы, поэтому они и будут рабами, и молчать будут. Ну, смотрите, что сделал этот Тинькофф и сейчас Райфайзен так будет делать. Они ввели за то, что люди держат у них свои валютные ресурсы, да, ну, реальные деньги, там, швейцарские франки, доллары, евро и фунты, они ввели за обслуживание этих счетов 1% в месяц. То есть, представляете, каждый день месячный 1% забирают у людей, а накопительные счета вообще нельзя в валюте теперь открывать, только в рублях. Ну, это шизанутые полностью, это полная шиза, потому что это переход на, а дальше они ведут государственную валютную монополию. Это, они ведут все четко по лекалам Советского Союза. Ну, Белоусов, ну, папа у него такой был, и он такой, и они все такие там, и эти Хазины, эти Глазьевы, эти все, эти, как там еще, там, Делягины, они все с этой, Касатоновы. Это все так называемая политэкономия социализма. Причем они же такие болваны, там, ну, как бы в Советском Союзе были разные школы. Вот были вот эти школы, да, социалистическая политэкономия и прочая эта дрянь, вот, ну, я честно говорю, никогда не мог ее понять, вот этот, политэкономию и социализм. Ну, это штучный, штучный такой, гомункулос какой-то вообще, и он, 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 это не жизнеспособный организм, это штучное дерьмо. А вот, а политэкономия капитализма развивающихся стран, она развивалась, как бы, в других, то есть, как бы, было несколько потоков. То есть, Институт мировой экономики международных отношений, да, Иноземцев возглавлял, Примаков его возглавлял, Институт Востоковедения Примаков возглавлял его, потом он вот стал Институт ММО. Институт Африки, сын Громыка возглавлял, там, первый зам был, Леонгар Васильевич Гончаров, там, Институт США и Канады был, Латинской Америки. Ну, Институт Мировой экономики международных отношений, ну, то есть, это мощнейшие центры были, это просто суперцентры были. И они, конечно, развивались в реальности, то есть, они развивали и анализировали мировое хозяйство капиталистическое и развивающихся стран. А вот эти все, которые там были по Советскому Союзу экономики и соцстран, мировой соцсистемой, там, ну, конечно, там одна брехня была. То есть, вот эти реальную анализ сделали, а там была брехня. Так вот, сейчас победили у них как раз брехуны. И, а в странах, которые, в институтах, которые, ну, я занимался политэкономией, международно-экономические отношения, развивающихся стран, капиталистических и так далее. Так вот, в чем фокус был? И это ученые именно этих институтов, они это очень хорошо проанализировали и теоретически, и практически. В 60-х годах, ну, когда вот это же социализм, все же думали, как этот социализм, третий мир распространить. То там была такая выработана модель, это опора на собственные силы. То есть, было предложено вот этим бывшим колониям, постколониальным африканским, азианским странам, разработана такая модель, была опора на собственные силы. То есть, национальное развитие, госсектор и прочее, прочее. Ну, как бы так мягко сказать, же полное. То есть, практически, это Уганда, это Танзания в тот период, это Замбия, это Конго демократическая, это Ганна. То есть, вот это государство, которое ориентировано, ну, еще там некоторые в Азии такие были, ну, Бирма, кстати. Это государства, которые ориентированы были вот на собственные силы, строили свою закрытую национальную экономику. Вот это то, что сейчас будет делать Российская Федерация. И они сейчас же хотят, чтобы везде только этот рубль был. Но дальше, я же вам говорю, будет введена валютная государственная монополия. Они уничтожат полностью частнокапиталистические отношения. У них будет сначала государственно-монополистическая, а потом будет просто государственный сектор. И он станет, ну, ставят там, может, какие-то так магазинчики, там еще, как в социалистических странах было, там немножко осталось кооперативного и мелкотоварного уклада. Вот где-то Российская Федерация к этому, ну, если она дойдет, если она не рухнет раньше. Я думаю, раньше рухнет. Но она вот встала на эту модель. Это опора на свои силы. Закрытая, изоляционная, так называемая, модель экономики. Это полный гаплык. Это вообще, даже обсуждать эту дрянь не хочу. Потому что это все уже было 500 раз все проверено на африканских, азиатских и американских. Это Куба вам, это Северная Корея, это Никарагуа, это Венесуэла, это Боливия. Вот это вот тоже примеры, опоры на собственные силы. Ну, Чили, времен этого Карвалана, когда компартия там к власти прорвалась. То есть это тяжелейшая трагедия для стран, которые избирают эту модель. Так вот, фактически они на эту модель становятся. Поэтому их ждет полный облом. Абсолютный облом. Приведу вам еще один такой очень важный пример. Значит, Европа, Европейский, по-моему, парламент утвердил уже решение, что в 2035 году в Европе будет полностью прекращено производство и продажа автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Дорогие мои, все, сегодня мы имеем 22-й год. То есть, считайте, ну, реально через 10 лет, то есть, я думаю, к 33-му году, фактически в Европе двигателей, которые работают на дизеле, на бензине, то есть, вот этот механизм внутреннего сгорания, не будет. Понимаете или нет? В Европейском Союзе, вот этих странах, их не будет. И в Великобритании тоже. И в малых странах их не будет еще быстрее. Поэтому вот это главная парадигма. Это главная для нас должна быть парадигма. Поэтому, когда говорят, вот, Олег Ильич, возвращаться в Украину, не возвращаться. Ну, пока некуда возвращаться. Некуда возвращаться. Теперь смотрите по поводу Путина, закончу мысль. То есть, Путин не в состоянии реально провести эту прямую линию. И присутствует все-таки информация, что ситуация, то, что я вам говорил, ну, то есть, я же не говорю, что я там сторонник того, чтобы у него там, вот, что он пошел бы быстрее, как Жириновский и так далее. Это как Бог решит. Не нам это решать человеком. Но реальность следующая. То есть, не беря там какие-то медицинские факторы, это не наша парадигма все. Но реальность такова, что вот как президент, как публичное лицо, как диктатор, как тиран, он выполняет свои функции нормально уже, не может. Вот это можем точно уже говорить. То есть, его сфера действия, что сокращается, и, естественно, что энтропия в целом системы будет, что усиливаться. Со всеми вытекающими процессами, этими последствиями. То есть, Путин не может, как раньше он вникал, вникал в огромный объем. Вот я читал сейчас эти материалы, письма, записки Сталина. Ну, такой почерк, конечно, вообще. То есть, они же все писали этими перьями, помните, вымокать надо было. Ну, вы не знаете, я-то еще в школе так мы делали. Так вот, он лично уничтожал, как, ну, не одного, что он Чаянова уничтожал. А вот там, это архивах письма эти, Сталин пишет Молотову другим, как уничтожить надо было Кондратьева. Кондратьева еще там ряд людей, называет их там же мерзавцы и так далее, прочее. Лично уничтожал Кондратьева, Николая Кондратьева. То есть, где Кондратьев был, а где этот Джигашвили был, наверху пирамиды. И говорил, разошлите показания, ягоды, которые взяли, ну, мучили людей, там, целую группу их. Вот, всем членам ЦК, всем членам Центральной инспекции, комиссии, РКК, там, и так далее. То есть, вдумайтесь, это чмо сидело и писало по каждому человеку, как уничтожать, как убивать, как мучить, как давать эти самые выроки и так далее. Представляете? То есть, Путин тоже таким же способом функционировал. Теперь он уже так функционирует, что не может. Значит, там уже начнется бардак. То есть, вот этот такой бордельер, распад начнется системой. Очень быстро. Более того, я думаю, что он уже буквально через 10 дней, он уже даже функционировать не сможет вмешиваться в этот, контролировать военный процесс. То есть, он слабеет. С каждым днем он слабеет, слабеет. Это видно. Это видно, и прямая линия тому подтверждения. То есть, он уже не в состоянии выдерживать это напряжение. Ну, и есть информация, может, тоже неправда, что вот это он с военным блоком проводил совещание. И потом ему было очень-очень-очень как-то так, не так, как хотелось бы. Ну, и, короче, все это за ним же как бы наблюдают эти все его, те, которые поддерживают. И они просто ему сказали, что категорически нельзя выходить на эту прямую линию, потому что он просто, последствия непредсказуемые. Вот, я думаю, это важнейший элемент сегодняшнего событийного ряда, который уже, так сказать, кристаллизировался. Ну, и теперь еще важный момент, скажу очень, я думаю, это для нас тоже очень серьезно. Это то, что, конечно же, ни в коем случае нельзя соглашаться на вывоз зерна. Это все, никаких разминировать порты невозможно. Эрдеган это просто человек, это абсолютно, это троянский конь Путина в данном случае, крокодил. Поэтому вообще ни на какие идти усилия в этом плане невозможно. Вот я вам такой анализ сделал. Я думаю, события будут еще более радикализироваться в ближайшее время. Но мы видим, что в Москве, в Кремле идут какие-то тяжелые-тяжелые процессы. Вы с Олегом Соскиным на моем канале. Всего доброго, ну и до новых встреч.